Всем привет! Сегодня тестируем вот такого красавчика. Продолжение следует... Продолжение следует... Будка увеличена для того, чтобы можно было стоять в полный рост. Вон там на крыше это топливный бак. Илюха, на сколько он литров? Данный бак на 300 литров. На 300 литров. За ним стоит генератор с автозапуском. Дизельный, автономный. С системой дублирования пропажи напряжения. В том случае, если в ездеходе теряется напруга по той или иной причине, генератор автоматически через 3 секунды начинает выдавать то напряжение, которое было. Тем самым обеспечивая работоспособность медицинского оборудования, установленного в задней секции. Вот такое вот экспертное мнение. Передняя будка у нас без изменений. Она стандартная. Эта модель предназначена для того, чтобы вывозить тяжелораненых из труднодоступных регионов. То есть, возможно, она поедет в какие-то горячие точки, где будет спасать наших солдат. Да, но эта машина тыла, она не бронирована, но при этом сохранила все свои лучшие вездеходные качества. Да, то есть, вот эта вот вся махина еще и плавает. Ко всему нашему удивлению. Сейчас посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас получается целая операционная. Также установлены дополнительные секции, куда можно спрятать оборудование. Ну, то есть, в данном случае, да, какие-то носимые комплекты экстренной помощи. Да, то, что могут забрать с собой. Носимки жесткого типа. Вот, а здесь у нас целая операционная с оборудованием. То есть, в случае, если забирают раненого, здесь могут сидеть два врача, которые будут оказывать помощь и следить за пациентом. Здесь оборудование, здесь оборудование. Каждый сантиметр использован для того, чтобы поставить оборудование. То есть, использовано все пространство. Это место для раненого, чтобы его доставить и оказать ему помощь. Вот, через пару дней приедут медики, которые будут это все проверять. И они нам подробно расскажут о каждом приборе, который здесь установлен. Только что поправили, мне сказали, что это не операционная, это реанимобиль. То есть, здесь будет человека реанимировать. Да, довести до операционной. Чтобы довести до операционной, где ему уже попытаются спасти жизнь. Продолжение следует...